Приветствую всех! На связи Польша. Вещаю, как обычно, из города Ополе. И сегодня я решила записать для вас интересное и необычное видео. Места в Польше, которые обязательно стоит посетить. Хочу обратить ваше внимание, что я буду опираться на свой собственный опыт и расскажу о тех местах, в которых побывали мы с семьей. С вашей же стороны, я надеюсь на активные комментарии. Пишите смело свои рекомендации, куда стоит съездить в Польше. Да и не только в Польше, а по всей Европе. Видео у меня субъективное, поэтому, если будет возможность, обязательно посетите город Ополе, в котором мы и живем. Пройдитесь по старовке, поднимитесь на Пестовскую башню, которая, кстати, датирована XIV веком. Она и является символом города. Если позволит погода, можно взять велосипеды. И отправиться на остров Болка. Это излюбленное место отдыха всех ополян. Здесь очень много пешеходных и велосипедных дорожек. Есть зоопарк и уютное кафе. Летом мы приезжали сюда на своих велосипедах. И устраивали мини-пикники. Играли в разные игры. Я думаю, что про Ополе я вообще сниму отдельное видео. Хотите провести ночь в настоящем замке? 30 минут машиной с города Ополе. И вы уже в сказке под названием «Замок Мошна». Он по праву считается польским Диснейлендом. Характерная особенность этого замка – 99 башенок, которые придают ему сказочный и необычный вид. И 365 комнат. Конечно же, замок и горел, и перестраивался, но все же чудом сохранился годы Второй мировой войны. А вот внутреннее убранство замка было разворовано. Но это не повод отказываться от экскурсии. За 30 злотых человека и вы узнаете обо всех перипетиях судьбы этого замка и о его владельцах. Более того, это и замок, и отель по совместительству. Если не боитесь привидений, то можно задержаться и переночевать. Правда, комнаты нужно, конечно же, заказывать заранее. Как и у каждого пристойного замка, здесь есть свой призрак. В Мошне – это гувернантка, которая безответно была влюблена в графа. Покончила жизнь самоубийством, и вот теперь непрекаянно бродит в белом одеянии. Вокруг замка есть сад с залиями. В период светения сюда слетают толпы туристов, как пчелы на мед. Ну и, конечно, какая же свадьба без фотосессии на фоне замка. Фотографии для Инстаграм бесплатно, а вот за праздничную фотосессию придется доплатить. Если вы смотрите это видео, то так или иначе интересуетесь Польшей. Возможно, именно ты, мой дорогой зритель, хочешь приехать в Польшу со своей семьей. Возможно, ты хочешь приехать просто на заработке. Возможно, попробовать свои силы и освоиться в европейской стране. Этот путь прошла наша семья. И я знаю не понаслышке, сколько много разных вопросов нужно было решить. И вы очень часто у меня спрашиваете, с чего начать, какие документы нужны. Посоветуете хорошее агентство. Поэтому я запускаю рубрику «Путь иммигранта». И мы с вами пройдем и изучим все вопросы работы и легализации в Польше. В этом нам помогут специалисты фирмы «Фотон», которая работает на польском рынке больше 20 лет. Только легальное трудоустройство, актуальные вакансии, полное сопровождение от принятия решения о переезде до получения польского гражданства. Переходите, пожалуйста, по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал и группу в Facebook. И всегда будьте в курсе свежих вакансий и новостей. Следующая локация, обязательная для посещения, это, конечно же, Закопаны. Курортный город в Татрах. Зимняя столица Польши. Тут самый требовательный турист найдет себе развлечение по душе. Пешеходные трассы любой сложности. Велосипедные прогулки, музеи, термальные источники, лошадки, кораблики, подъемники. Ну, в общем, вы поняли. Но мои фавориты – это, конечно же, морское око. Озеро неимоверной красоты, до которого нужно еще дойти, оставив за собой 8 километров пути и 4 часа времени. Но поверьте, это того стоит. Видео о поездке в Закопаны смотрите тут. Очень хотелось бы посетить этот горнолыжный курорт зимой, протестировать все трассы и обязательно снять для вас видео. Даже если ты не лыжник, то есть все шансы им стать. Цены доступные, трассы по отзывам несложные. Есть возможность взять инструктора. А там уже и рукой подать до Кракова – резиденции польских королей, некогда столица Польши, с очень красивым старым городом, который чудом уцелел в годы Второй мировой войны. Достопримечательности здесь просто не перечесть. Королевский шик на каждом шагу. Марианские костелы, окутанные легендами, суконные ряды, оборонительный барбакан, еврейский район Казимеш и замок Вавель, который на секундочку каждый год посещают 18 миллионов туристов. Курган-костюшка, и на вершине которого открывается потрясающий вид на весь город. Ну и кулинарным гурманам есть что попробовать. Сырные ощипки, запеканки, журек. И все это в уютной атмосфере многочисленных кафе и многочисленных ресторанчиков. Мы живем недалеко от Вроцлава, и неоднократно там были. И вам рекомендуем. Город с тысячелетней историей, который расположился на 12 островах, соединенных 112 мостами. Традиционно для Польши здесь есть и старый рынок со смотровой площадкой. Еще можно подняться на верхний этаж торгового центра Sky Tower. Это самое высокое здание в Польше. Во Вроцлаве обязательно стоит посетить Зал Столетия, Королевский дворец, знаменитый Вроцлавский зоопарк и Японский сад. И, конечно же, самое забавное приключение – это поиск гномов. Гномов в разных образах и в самых неожиданных местах. Но между тем, как происходили эти события, и появились первые гномы во Вроцлаве, прошло, представляете, более 20 лет. И первый гном появился такой большой, и был похож на такой толстый палец. Потом же начали ставить гномиков разных-разных. У них есть своя профессия и свои имена. Вот этот, например, был установлен в честь рекорда Гиннеса, когда на площади сыграли вместе очень много гитаристов. Вот очередные наши гномы. Есть специальные экскурсии, которые посвящены поискам гномов. Раньше в интернете была карта, где можно найти каждого гнома. В свободном доступе эта карта была. Сейчас, к сожалению, нет. Поэтому вам придется поохотиться за этими краснолюдками, как называют их поляки. Вот этот гномик. Один глухой, один слепой, а третий на инвалидном кресле. И эти гномы были посвящены организации, которая занимается помощью людям с ограниченными возможностями. В польском языке гномы – это краснолюдки. Гном-пожарник, музыкант, сладкоежка. И так еще 400 раз. А все началось с общественного движения «Оранжевая альтернатива». Участники движения, чтобы привлечь внимание, надевали на себя оранжевые колпаки. Как говорил основатель движения, гномы свергли коммунизм. А позже они же, гномы, стали символом города. Ну и, конечно же, Варшава. Столица Польши. Современный, красивый, цветущий и быстро развивающийся город. Рыночная площадь, Королевский замок, Дворец Президента – все это встретило нас воскресным утром. Варшава сочетает в себе старину, современность и советское наследие. Яркий пример тому – это Дворец культуры и науки. Он был возведен по образцу сталинских высоток. Будучи в Варшаве, сразу же следует идти на площадь рынок. К сожалению, в годы Второй мировой войны центр был полностью уничтожен. И восстанавливали его на основе картин итальянского художника Каналетто. В Варшаве мы были недолго, но нам удалось посетить Виляновский дворец, окруженный парком, водными каналами и розарием. Как я уже прочитала позже, за историей создания этого дворца в стиле барокко стоит очень красивая романтическая история любви. В следующий раз, когда мы будем в столице, то обязательно купим необычную экскурсию, которая называется «Варшава в коробочке». Это как квест с картой и подсказками по интересному маршруту Варшавы. Рекомендую также посетить красивый и современный город Катавицы, крупнейший исторический регион Польши. Видеоэкскурсию вы найдете у меня на канале. Планы у нас на этот год серьезные. Съездить на море и посетить Труймяста, а именно Гдальск, Сопот и Гдыню. Рассказать вам о городе Болеславец. Это город керамики, который знают во всем мире. Снять обзор на самый большой аквапарк Европы, который находится, кстати, в Польше, недалеко от Варшавы. Я мечтаю в этом году также посетить Голландию. Поделитесь под этим видео, какие ваши любимые места в Польше или вообще во всей Европе. Благодарю за просмотр этого видео. Желаю вам успехов. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И увидимся в Польше. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok